Всем привет! С вами Виктория Аню. В комментариях меня попросили показать технику теневого стемпинга. Прежде чем начать, хочу кое-что пояснить. Дело в том, что в стемпинге есть несколько техник, которые либо создают визуальный эффект тени, то есть 3D эффект, либо есть техника, которая там, где от стемпинг рисунка падает реальная тень. Чтобы никого не запутать или как-то там где-то что-то, ну не знаю, не упустить, в этом видео я покажу вам все возможные варианты, все возможные техники, которые так или иначе создают, ну вот этот вот 3D эффект, да, эффект тени. Ну то есть визуальный или такой, в общем, покажу вам все возможные варианты. Итак, стемпинг со смещением. Суть этой техники заключается в том, что мы дважды отпечатываем один и тот же рисунок разными цветами, при этом второй рисунок мы немного смещаем, причем смещение может быть как вниз, так и вверх, вправо, влево, а может быть смещение чуть-чуть вниз и чуть-чуть, например, влево, либо чуть-чуть вниз, чуть-чуть вправо, ну и, соответственно, также может быть чуть-чуть вверх, там вправо, влево. В общем, любое в этом плане может быть смещение. Итак, в первую очередь я отпечатываю рисунок белым лаком для стемпинга. Цвета, девочки, вы уже сами смотрите, какого цвета вам нужен дизайн. Я буду работать белыми и черными просто для контрастности и наглядности. Отпечатали рисунок, теперь этот же рисунок отпечатываю, камера трясется, так, отпечатываю черным лаком для стемпинга. Вот так. Опять-таки убираю лишнее. То есть чуть-чуть со смещением. Вы уже сами смотрите по рисунку. Некоторые рисунки, например, лучше вправо сместить, некоторые влево, некоторые вниз, некоторые вверх. В общем, то, что вы хотите видеть. Вот именно так и смещайте. Эту технику некоторые называют также и теневым стемпингом, поэтому я и сказала, что я покажу все варианты. Тут, в принципе, нет реальной тени от стемпинг-рисунка. Тем не менее, визуально создается такой эффект, что вот девушка, а сзади нее типа того, что тень. Ну, то есть тут вы уже сами смотрите. Цвета, как я сказала, вы можете использовать абсолютно любые. При этом, знаете, если у вас глаз-алмаз, у меня совсем не глаз-алмаз, но если у вас глаз-алмаз, то можно контур, ну, то есть первый рисунок сделать как раз-таки более темным, второй рисунок более светлым. В общем, по цветам это уже нужно смотреть, ну, то есть какого цвета, в принципе, дизайн вам нужен. Мало того, второй рисунок, да, вот второй рисунок, вы вообще можете раскрасить в технике реверсивный стемпинг и уже потом отпечатать. Сложностей в этой технике возникнуть, соответственно, не может, если у вас нет проблем с отпечатыванием стемпинг-рисунков. Для этой техники подойдут как полы, так и линейные рисунки. Сейчас вот я первый рисунок отпечатаю черным лаком. Ну, вот пускай будет так. И теперь отпечатаю белым лаком. И опять-таки, тут вот, например, я хотела бы, ну, вниз чуть-чуть и влево рисунок сместить. Ну, вот такой вот вариант получается. Создается, как бы, такой, знаете, 3D-эффект, в принципе, да. То есть, если, например, взять какой-нибудь серый лак для стемпинга, ну, то есть первый рисунок, например, отпечатать серым лаком для стемпинга, то картинка будет, ну, более мягче, скажем так, выглядеть. И второй контур, второй рисунок будет, ну, смотреться действительно плюс-минус похожим на тень. Да, похожим. Именно похожим. Я еще раз повторюсь, тут нет никакой реальной тени от стемпинг-рисунка. То есть это просто зрительное такое восприятие. Да, вот, типа, получилось такое 3D, 3D-рисунок. Вот, ну, опять-таки, я черным-белым работаю просто для наглядности, для контрастности, чтобы вы видели, что по итогу может получиться. Это вот варианты именно стемпинга со смещением, да, там, как мы говорили. Понятно, если вы используете, например, полурисунок, соответственно, ну, что его там раскрашивать? Ну, если вы используете какой-то линейный рисунок, то, соответственно, конечно, второй рисунок мы можем раскрасить технике реверсивный стемпинг. Либо, например, вот, если бы у меня сейчас фон был бы, ну, более светлым, я могла бы в технике раскрашенной стемпинг точно так же раскрасить девушку, ну, либо только блюдо, например, ее раскрасить. Ну, в общем, расставить какие-то еще цветовые акценты. Ну, вот, как вариант, это именно техника стемпинг со смещением. Кстати, в этом варианте мы используем два различных по цвету лака для стемпинга. Но, можно, например, взять один только цвет. Есть такая, ну, не знаю, хитрый способ. Отпечатываю бабочку черным лаком для стемпинга. Положим вот так вот, на белый фон. И следующим этапом нам нужно взять молочную базу, либо молочный топ, либо молочный гейл-лак. И делаем, выкладываем слой молочного материала. Таким образом мы, как бы, приглушаем, да, цвет. Ну, и, соответственно, это у нас будет, как бы, ну, такое вот понятное дело, что эта бабочка будет у нас на, первая бабочка на втором плане. Отправляю в лампу на полимеризацию. Ну, и после полимеризации отпечатываю эту же бабочку этим же черным лаком для стемпинга. Убираю лишнее. Можно отпечатать, опять-таки, сами смотрите, как, то есть, вам больше понравится. Ну, то есть, мне вот, пускай это будет вот так. Вот. И у нас получается с вами вот такой вот эффект. Да, такая дымка, ну, то есть, бабочка на заднем плане и все такое. Опять-таки, тут нет никакой реальной тени от стемпинг-рисунка. Мы просто создаем визуальный 3D-эффект. Именно визуальный. Тут вот, посмотрите, я отпечатала бабочку со смещением. То есть, я отпечатала серым лаком для стемпинга, затем черным лаком для стемпинга. Ну, вот, чуть-чуть вниз со смещением. А это вот то, что мы с вами делали, то есть, ну, со слоем молочного геля. Да, вот разница. Просто, чтобы вы посмотрели разницу результата. То есть, повторюсь, не этот, не этот вариант. Ну, тут нет реальной тени от стемпинг-рисунка. Ни в одном из этих вариантов. Но разница в этих способах, вот, она есть. Ну, этот рисунок, он, скажем так, выглядит более объемным, что ли, да. Ну, то есть, вот этот эффект 3D, он более выраженным получается. Этот рисунок все-таки как был плоским, собственно, так и остается плоским. Ну, вот в этом, собственно, вот наглядно разницу вам показываю. Еще такой момент хочу озвучить. Если, к примеру, на заднем плане вы отпечатываете какие-то цветочки, то есть, и в этом, и в этом варианте мы отпечатывали один и тот же рисунок. Вот в этих вариантах мы тоже отпечатывали один и тот же рисунок. То есть, вот, видите, да, то есть, тут черным лаком и черным лаком, но делали слой из молочного геля. Тут серым лаком, черным лаком. Тут белым-черным, белым-черным. Вот, то вот такой вот вариант. Например, если вы на заднем плане делаете цветочки, там, листочки, а на передний план вы вводите, например, черным цветом бабочку. Я, например, считаю, что тут вообще не может речь идти о каком-то там теневом стемпинге или еще что-то. Даже если бы мы фон перекрыли молочным гелем, ну, скажем так, для глубины, да, это все равно, на мой взгляд, никакого отношения к какой-то там тени не имеет. Как по мне, это просто стемпинг-композиция. То есть вы из рисунков составили фон, что-то убрали на задний план, что-то вывели на передний план, и вот у вас получилась стемпинг-композиция. Да, ну, то есть называть, например, вот это вот, ну, такой вид дизайна, как-то вот стемпинг-тень, ну, как по мне, это сложно. То есть все-таки, пускай визуально, но мы все-таки тут создаем именно тень от отпечатанного рисунка, вот как в данном случае стемпинг бабочки. Да, то есть визуально мы создаем эту тень. Тут у нас никакой тени от бабочки нет, от листочков также у нас нет абсолютно никакой тени. Поэтому, ну, вот такие какие-то вот варианты я не считаю, что можно относить их именно к технике теневого стемпинга. Кстати, не обязательно использовать именно молочный материал. Можно использовать какой-то камуфлирующий, например, гель, либо базу. Да, но главное, чтобы это был такой вот полупрозрачный, какой-нибудь такой вот цвет там, полупрозрачный розовый, бежевый, ну, то есть вот такие вот цвета лучше использовать. Ну, и также можно использовать и гель-лаки с эффектом кошки. Точно так же сначала отпечатываем рисунок, затем слой гель-лака с эффектом кошки, делаем блик, и у нас получается вот такой вот вариант. Да, то есть мы видим сейчас вот одну бабочку, ну, то есть вот она у нас. А если крутим ручкой, ну, в данном случае типсом, вернее, мужского рода, то получается вот мы видим, как будто там вот такая вот тень от бабочки. Ну, то есть тоже такой довольно интересный вариант. С молочными материалами тут эффект такой вот заблюривания, да, заднего плана. Ну, вот первые бабочки, которые мы отпечатывали. А тут, ну, такой вот эффект исчезания, появления, исчезания, появления. Ну, то есть под разным углом, там вот как блик ловится, тогда тень пропадает. Покажу вам еще один способ создания визуальной тени в стемпинг-рисунку. На мой взгляд, это самый простой способ. Не знаю, почему его не использовать. Отпечатала стемпинг-рисунок, убрала лишнее. Отпечатываю на типс. Дальше нам понадобится витраж какой-нибудь. Не обязательно брать черный, в принципе, да, ну, можно взять другого цвета, коричневый, там, я не знаю. И вот просто вот таким способом делаем растяжку. Тут вы сами контролируете, где вам выставить тень, как вам ее выставить. Да, вот здесь, например, я хочу тень сделать. В общем, где хочу, там и ставлю. Просто делайте плюс-минус, как сказать, плавный переход, да, сводите на нет. Вот. Опять-таки мы создали просто с вами визуальную тень. Вот стемпинг-рисунка. Ну вот, видно же, да, ну, видно ее тень. Хотите, сделайте ее понасыщенней. Ну, то есть, тут вы уже на свое усмотрение. Вот, довольно быстро, просто и легко. Ну, тем не менее, да, уже смотрится как-то так вот, более объемным рисунок, да. Просто за счет того, что тень расставили. Можно, например, где-то еще больше затемнить. Где-то растянуть. Можно использовать не только витражи. Если у вас получается хорошо растянуть, например, черный гей-лак, можно, значит, использовать и черный гей-лак. Просто имейте в виду, что вам на кисточку нужно прям вот совсем капелюшечку-капелюшечку набирать и растягивать, растягивать ее до такого вот прям полупрозрачного цвета. Ну, удобнее, конечно, комфортнее просто работать именно с витражами. Ну, и вот, пожалуйста, вам тень. Обязательно полимеризуем, конечно же. И вот вам тень от стемпинг-рисунка. Кстати, вот в этом случае, да, в зависимости от фона мы можем использовать и белый, и голубой гей-лак. Ну, то есть, либо витраж, опять-таки, либо просто цветники. Ну, то есть, по цвету тут на самом деле не обязательно использовать какие-то темные оттенки. Потому что точно так же, как и вот стемпинги со смещением, можно играться цветами, то есть, в зависимости от фона. Ну, и давайте наглядно покажу, как сделать контур рисунка. Возьму просто вот такое вот сердечко, отпечатываю его, убираю лишнее. При этом рисунок может подсохнуть, я не тороплюсь со вторым рисунком. То есть, тут торопиться никуда не нужно. Сейчас беру контрастный цвет. Вы можете выбрать любой цвет, который нужен. И нужен штампик, который увеличивает и уменьшает стемпинг рисунки. В данном случае я буду уменьшать. Почему? Потому что этим штампиком удобно работать именно на уменьшение. На увеличение. Вот обзор тут плохой. И мне, ну, вот лично мне не совсем удобно. Поэтому я работаю на уменьшение. Но имейте в виду, что мы не можем, знаете, прям уменьшать там до каких-то очень-очень маленьких размеров. То есть, уменьшение должно быть незначительным. Вот. И теперь, и тут, вот видите, тут очень важен обзор, потому что нам нужно попасть вот по центру. Глазомер тут должен быть прям, вот. И вот у нас получилось сердечко и контур. Конечно, можно было бы просто отпечатать сердечко. И вот в технике реверсивный стемпинг по контуру там, ну, вот сделать, раскрасить, сделать контур. Ну, вот я как вариант решила вам также показать этот способ. Тут вот я хочу показать вам разницу. Вот это, например, стемпинг, да, в контуре. А это стемпинг со смещением. То есть, тут смещение было вниз строго. Но, опять-таки, для наглядности можно вниз и чуть-чуть в сторону отвести. То есть, вправо, влево, вверх сделать смещение. То есть, без разницы. В любом случае, у нас тут два одинаковых, соответственно. Вот стемпинг со смещением. Рисунка отпечатана, соответственно. У нас вот где-то, ну, вот этой вот контура первого рисунка не будет. Да, то есть, мы же смещаем правильно второй рисунок. А тут вот у нас как раз-таки стемпинг с уменьшением. Поэтому, соответственно, ну, то есть, рисунок второй мы разместили непосредственно по центру. И у нас образовался вот такой вот контур от первого рисунка. С надписями в этой технике немного сложнее. Тут, конечно, уже нужен опыт в любом случае. Но покажу вам также разницу. Вот стемпинг с уменьшением. И мы видим, да, вот с этой стороны, с этой стороны, снизу и сверху у нас есть основа белого рисунка. Да, вот вы видите. И сверху, и снизу, и с этого края, и с этого края. То есть, уменьшенный рисунок был просто отпечатан по центру. И таким образом у нас образовался контур. Это стемпинг со смещением. То есть, тут никакого уменьшения рисунка не было, и рисунок был смещен вниз. Да, вот видите. Поэтому у нас сверху мы видим контур белого стемпинг рисунка. Но снизу у нас этого контура нет. Соответственно, и по краям тоже. Да, так как по размеру два рисунка были одинаковыми. Ну, это вот как вариант. Если надпись состоит из нескольких букв, то в любом случае просто старайтесь отпечатать второй рисунок по центру. И как я уже сказала, уменьшение либо увеличение рисунка в первом, либо во втором случае должно быть ненамного. В общем, этот момент тоже нужно регулировать. Ах да, и забыла сказать, что для этого способа, конечно же, лучше подбирать полые рисунки, либо те рисунки, которые состоят из широких линий. Хочу показать еще один вариант создания визуальной тени рисунку. Тут вот я на типс отпечатала оленя. И хочу сделать тень. Но представьте, что, к примеру, свет у нас, ну, где-то источник света позади оленя. Да, то есть вот сюда светит. Соответственно, тень у нас должна падать вот сюда, в нижнюю часть типс. Эта техника, конечно же, ну, самая сложная, потому что вы видели, ну, то есть, в принципе, в этой технике ничего сложного нет. Но вот этот вот я покажу вам самый такой сложный вариант. Опять-таки, ну, как сложный. Для кого-то сложный, для кого-то нет. Тут, если у вас получается делать зеркальный стемпинг, то вам не будет все это сложно. Поэтому, ну, но не могла не показать это. Почему? Потому что это также такой вот вариант создания именно визуальной тени. И тут вот, смотрите, нам нужно приставить этого оленя. И на штампе рисунок мы не растягиваем, а наоборот сжимаем. Таким образом. Да, то есть, у нас вот высокий такой вот олень, а его, ну, как тень, которая падает, она, тень, вы же понимаете, она немножко искажена. И, то есть, тень, она немножко сжата. Да, ну, то есть, так вот, под углом. Но, тем не менее, просто вот представьте, там, я не знаю, дорога или что. И вот, то есть, свет у нас светит позади, и вот у нас падает тень от оленя вот именно сюда. Конечно, эта техника уже, знаете, для, возможно, для конкурсных работ каких-то, да, больше пригодна. Но, тем не менее, я считаю, что это тоже довольно такой хороший вариант, интересный, во всяком случае, тоже интересный вариант. Чем больше техник в стемпинге, чем больше, вернее, чем большим количеством техник в стемпинге вы владеете, тем, как сказать, интереснее, необычнее вы можете создать стемпинг-композицию. Кстати, вот второй рисунок, который мы отпечатывали, его можно как сжать, так и растянуть. Ну, то есть, вы понимаете, да, при отпечатывании, то есть, вы растягиваете немного штампик, либо, наоборот, сжимаете рисунок. То есть, тут вы уже сами смотрите по композиции, как вам нужно. То есть, если вам, например, нужна такая растянутая тень, то, соответственно, вы растягиваете рисунок. Если более кучная, то стягиваете. Во всех этих вариантах создается визуальная тень стемпинг-рисунка. Именно визуальная. То есть, тут нет никакого объема, тут нет реальной тени от стемпинг-рисунка. Мы просто создаем визуальный эффект. Да, подчеркиваю, визуальный эффект. Ну, как бы, тут все техники, стемпинг со смещением, стемпинг с уменьшением, наложением. То есть, тут стемпинг с уменьшением рисунка использовался и стемпинг наложения просто друг на друга. Тут мы просто тень создавали при помощи битражного гель-лака. Тут эту тень мы создавали при помощи молочного геля. Тут при помощи гель-лака с эффектом кошачий глаз. Тут использовалась техника зеркального стемпинга и сжатия стемпинг-рисунка. Да, тоже вот просто совмещение, ну вот в этих, вот в этих вариантах просто совмещение стемпинг-техник. Да, несколько стемпинг-техник совместили в одно и вот получили с вами вот такие вот варианты. В любом случае, все эти варианты, как я уже сказала, создают только визуальный эффект тени. Но есть такая техника, как стемпинг-шадоу. Я ее назвала стемпинг-тень. Вот там действительно от стемпинг-рисунка падает реальная тень. Давайте посмотрим, как ее выполнить, эту технику. В общем, переходим к технике именно стемпинг-тень, стемпинг-шадоу. Итак, стемпинг-тень техника. Вся суть этой техники заключается в том, что мы должны создать условия для того, чтобы от стемпинг-рисунка падала реальная тень на поверхность. Что для этого нужно? Во-первых, фон должен быть светлым. Точнее, цвет должен обязательно содержать, цвет гель-лака, я имею в виду покрытие, должен содержать в составе белый пигмент. То есть это, как правило, пастельные оттенки. Ну, то есть белый, светло-серый. То есть те цвета, в которых много в составе белого именно пигмента. Иначе, ну, просто тень, она падать-то будет, но ее видно не будет. Понимаете? Поэтому, то есть тень, то есть если вы возьмете какой-то темный оттенок, тень, она, да, она где-то там упадет. Ну, просто она видна не будет. То есть в первую очередь мы подготавливаем, то есть нам нужен фон разбеленный, ну, либо белый. Тут у меня белый типс обычный. Для того, чтобы тень падала, то есть вот когда мы отпечатываем рисунок, стемпинг рисунок, соответственно, у нас рисунок ложится именно на поверхность, и нет между рисунком и фоном никакого расстояния. Собственно, поэтому тени и нет, да, то есть нет расстояния между рисунком и фоном. Нам это расстояние нужно создать, и создаем мы его при помощи прозрачных материалов. Это может быть база, может быть строительный гель какой-нибудь, это может быть, ну, я не знаю, там, даже слайм гель это может быть, это может быть полигель. Единственное условие, материал должен быть прозрачным, ну, то есть максимально прозрачным. И для, чем выше, ну, я не знаю просто, чем, да, чем выше будет вот этот вот прозрачный слой, тем дальше от рисунка будет падать тень. Обязательно центрую, я просто тут взяла жидкую базу, это не самый простой вариант, знаете, проще, конечно, взять более густой какой-то материал. Отправляю в лампу на полимеризацию. После полимеризации я выкладываю еще слой, потому что, как я сказала, я использую такой вот жидкий материал. Если, ну, то есть я сейчас показываю вариант, именно, знаете, как вот, ну, если вот на ноготках, да, делать, то есть сначала вы наносите тонкий слой базы, понятное дело, на натуральную ногтевую пластину, затем цвет, опять-таки, тонким слоем, и затем уже такой вот прям внушительный выравнивающий слой. Тут, знаете, вот просто выравнивающий слой, да, он даст тень, но как бы не на большом расстоянии. Тут нужен прям вот такой вот хороший выравнивающий слой. Так как я сейчас показываю все это дело на типсах, соответственно, ну, то есть, делаю это, ну, тем более еще жидким материалом. Ну, в общем, вы поняли, слой должен быть не тонким, а прям таким вот внушительным. Все, отправляю в лампу на полимеризацию. После полимеризации я удаляю дисперсию. Напомню, чем выше слой прозрачного материала, тем, ну, как бы тень будет дальше падать от стемпинг рисунка. Давайте вот этот вот рисунок отпечатаем. На этой пластине мне прям очень нравятся вензельные композиции. Тут вы уже можете использовать абсолютно любой лак для стемпинга. Я имею в виду по цвету. Да, вот мы отпечатали. Возможно, сейчас не очень хорошо видна эта тень. Сейчас я перекрою. Тут вот немножко не убрала лишнее. Так, возьму. Перекрою просто обычным топом, чтобы показать вам эффект. Соответственно, на ктях мы это делаем гель топом. Вот, перекрываю. Не буду ждать, я пока там это все дело высохнет. Просто перекрыв топом, лучше виден вот эта вот длина, эта тень. Так, где у меня хоть чем бы потыкать? Вот, видите, вот тут вот. Вот контур рисунка, а вот там вот падает тень. И это действительно реальная тень. То есть, вот. Вот. То есть, в зависимости от того, как вы двигаете рисунком, ой, типсом рисунком, вот такая тень у вас и падает. Вот тут, да, вот, вот. Хорошо сейчас вот видно. Вот тут. Она заметна вот прям невооруженным глазом. Ну, что-то топ у меня тут. Сейчас вот здесь вот подправлю. Вот, если я сейчас освещение, например, так, как-нибудь, например, вот отсюда. Так, а как мне сделать отсюда? Лампа до туда не достает. Не хочет. Вот, ну, думаю, ну, я, я, например, я вижу эту тень. А в живую это, конечно, очень хорошо видна эта тень. Ну, то есть, вот прям очень хорошо видно. Просто сейчас свет падает именно с этой стороны. Да, вот с этой стороны. Поэтому тень, соответственно, падает в эту сторону. Если освещение будет направлено именно с этой стороны, то тень будет падать в эту сторону. Ну, то есть, вы понимаете. То есть, это действительно создается реальная тень от стемпинг-рисунка. Рисунок, сам стемпинг-рисунок мы отпечатывали одним, ну, то есть, один раз. То есть, никаким другим цветом я не отпечатывала. Так, ну, и параллельно, вот я когда, так, свет, параллельно пока я сделала еще один типс. Ну, то есть, я и этот типс сделала, и сразу же еще один типс. Почему? Потому что хотела вам показать. Также не обязательно отпечатывать рисунок черным лаком, например, для стемпинга. Можно отпечатать и белым. Ну, то есть, вот у меня белый фон и белый стемпинг-рисунок. Если бы я не делала вот эту вот толщину прозрачного геля, то рисунок, он бы просто, ну, как плоско уложился бы, да, и, собственно, и все. А тут, понимаете, вот смотрите, за счет, опять-таки, вот этой тени, так, ну, давайте снова обычным лаком перекрою это просто для того, чтобы более выразительно эта тень читалась. Вот. За счет этой тени, вот видите, создается действительно какой-то вот такой вот 3D-эффект. Вот. Так, вот. Видно, да, вот. Вот так вот даже очень хорошо видно. Вот. Как будто прям слой, да, такой. Ну, то есть, тут вот прям действительно падает тень, и рисунок, он виден, он хорошо виден, то есть, хорошо просматривается, опять-таки, с разных сторон, то есть, в зависимости от того, откуда у вас источник света, то есть, тень падает на противоположную сторону. Ну, собственно, это реальная тень, поэтому она себя именно так и ведет. Вот так вот смотрится дизайн, стемпинг-дизайн в технике стемпинг-тень. Ну, то есть, это вот мы создали с вами, вот видите, какая там глубина, да, вообще прям. Создали с вами реальную тень от стемпинг-рисунка. Еще такой немаловажный момент. Например, если вы делаете наращивание на верхние формы, и, к примеру, вы планируете сделать вот такой вот дизайн в технике стемпинг-тень. Что мы делаем, да? Мы выкладываем молочный гель, молочный, белый, ну, я не знаю, белый строительный гель, если он, правда, хорошо просыхает, да, в толстый слой, есть уже такие. То есть, мы выкладываем белый, молочный, ну, либо пастельный какой-то цвет, делаем наращивание, заполимеризовали, убрали верхнюю форму, делаем, ну, как укрепление, да, выравнивающим слоем, именно прозрачным гелем. И вот тогда у вас точно так же вот будет вот такая вот тень падать. Если мы работаем с гелевыми типсами, гелевые типсы, ну, те девочки, кто уже делала наращивание при помощи гелевых тип, знают, что гелевые типсы особо не любят объем. Поэтому что мы делаем? С внутренней стороны мы, ну, сначала, понятное дело, слой каучуковой базы во внутреннюю площадь гелевых типс. Затем слой именно белый, да, белый, пастельный, повторюсь, ну, то есть, те цвета, которые содержат в составе много белого пигмента. Вот, и вот с гелевыми типсами, что удобно, то, что у гелевых типс уже есть вот эта вот самая толщина прозрачная. То есть, у нас же цвет с внутренней стороны, вот сейчас на поверхности у нас, ну, просто прозрачный типс. Понятное дело, что сейчас этой прозрачности не видно, потому что, ну, мы сделали белый фон. Давайте сейчас обязательно, обязательно гелевый типс, это всегда база. Ну, то есть, если с внутренней стороны вы делаете дизайн, то в первую очередь эта гель-база выкладывается. И если вы делаете поверхностный дизайн, ну, некоторые девочки даже делают гелевые типсы и делают еще также и укрепление гелем. Если вы делаете укрепление на гелевые типсы, тогда также используйте прозрачный материал, отправляя в лампу на полимеризацию. После полимеризации удаляю дисперсию и давайте отпечатаем, ну, пускай вот этого, например, жирафа. Рисунки тут могут быть абсолютно любые. Ну, то есть, с широкими линиями. Ну, просто совсем уж прям полые какие-то рисунки, смысл использовать в этой технике не вижу, потому что, ну, у вас только с одной стороны там будет падать какая-нибудь тень и все. Также перекрою обычным топом просто для эффекта. Ну, и вот, видите, да, вот там вот где ноги, вот шея жирафа, вот очень хорошо видна вот эта вот самая тень. Ну, под определенным углом, то есть, вот когда, ну, то есть, вы руками будете, ну, если вдруг у вас, да, такой дизайн будет на руках, когда вы руками будете махать, то есть, тень будет перебегать оттуда, отсюда. Вот, вот так вот это смотрится. При этом, смотрите, к примеру, да, вот у нас жираф. На заднем плане мы могли бы сделать там дерево, ну, не знаю, там цветочки, еще что-нибудь, да, каких-то других животных, там закат, там рассвет, неважно. То есть, мы делаем сначала белым цветом фон, затем делаем уже, ну, такой желательно необъемный дизайн, там цветочки, бабочки, листочки, там вот что вы хотите. Затем делаем толстый слой прозрачного материала и потом уже отпечатываем, ну, вот в данном случае вот жирафа. И тогда у нас от жирафа будет падать тень. Но имейте в виду, что если, если вы вот этими своими, ну, вот цветочками, бабочками, листочками полностью всю поверхность перекроете, да, ну, то есть, то, соответственно, вот там, где, вот, например, цветочек, у вас, ну, тени просто будет не очень хорошо видно. Либо используйте для фона, опять-таки, разбеленные оттенки. Прежде чем подвести итог проделанной работы, хочу попросить вас, своих зрителей, поддержать девчонок-блогеров. Ну, конечно же, мою любимку Елену Мюнхен, да, мастер ногтевого сервиса, она живет в Германии. Это прям для меня такой, знаете, адреналинчик, она для меня. То есть, пока я только проснулась, она уже кучу дел переделала, знаете, там, и меня тоже подгоняет во всех смыслах. Вот, также прошу поддержать вас, Анечко, канал Anna Love Positive. Вот, посмотрите, у нее последние вот видео со стемпинг-дизайнами. Очень интересные дизайны получились, на мой взгляд, и, думаю, вам также будет очень интересно посмотреть. Также прошу поддержать, чтобы вы поддержали Елену Балабанову, Нейлс, канал одноименный, вот так вот называется. Я вообще удивляюсь просто продуктивности этой девушки, потому что она видео выпускает практически чуть ли не каждый день. И в каждом видео у нее и какие-то новые идеи, варианты дизайнов, она делает себе ногти. То есть, там куча, просто куча вариантов дизайнов. Ну, и также прошу вас поддержать Оксану. Ее канал называется «Маникюр как хобби». Это также мастер ногтевого сервиса, аккуратные работы у нее. Пожалуйста, если вам несложно, поддержите девчонок. От меня вам также будет просто огромная благодарность. Девчонок я тоже благодарю за то, что они выпускают видео, делятся какими-то своими наработками, своими знаниями. Что нравится мне в них, так это то, что они не боятся высказывать свое мнение. Что им нравится, что им не нравится, щедро делятся своим опытом. Так что ссылочки на каналы девчонок я оставлю в первом закрепленном комментарии. Если вам несложно, пожалуйста, поддержите их. Ну, и, в общем, по поводу техники стемпинг тень. Каким способом делать тень, да, то есть вот какой дизайн, здесь это все индивидуально. Почему? Потому что, в принципе, какой-то особой сложности, ну, вот не считая, может быть, вот этого варианта, да, тут нет особых сложностей. Поэтому вы смотрите по тому, к чему у вас душа лежит, что вам проще сделать и какой эффект вы, в принципе, хотите получить. То есть, как вы понимаете, тут не может, ну, если вы умеете отпечатывать стемпинг рисунки, то есть у вас в любом случае все это может получиться. Тут просто все зависит чисто от того, от вашего желания и от того эффекта, который вы хотите получить. Единственный вариант – это вот этот вот посложнее, а так, в принципе, тут абсолютно ничего сложного. При условии, если у вас нет проблем с отпечатыванием стемпинг рисунка. Каким образом бы вы не создавали тень, в любом случае, конечно, все эти варианты, они придают объема рисунку, да, то есть визуальную тень какую-то, ну, то есть вот это вот, даже пускай вот тут визуальная тень, но тем не менее, все равно рисунок получается уже более интересным. И добавлять, ну, такую технику в свои дизайны, ну, на мой взгляд, не лишне. Поэтому обратите внимание на эту технику и попробуйте, попробуйте в разных вариантах исполнения. Мало того, я даже так, наверное, скажу. Конечно, в любой технике нужна наработка, нужна практика, и со временем, ну, то есть, когда у вас уже, ну, то есть, появится, со временем в любом случае у вас появится опыт, появится вот эта вот как насмотренность, да, и вам уже проще будет ориентироваться при создании дизайна, какую из техник вам лучше применить. Лучше, ну, либо, скажем так, вот, применить, например, такую технику, чтобы дизайн смотрелся более эффектным, либо выделить, например, какой-то объект, чтобы он был более читаемым. То есть, в любом случае, на мой взгляд, знать несколько техник стемпинга, ну, это не лишним. Во всяком случае, это не лишним. Ну что ж, вот такое видео у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Ну, а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте в комментариях плюсик, смайлик или сердечко. Я буду вам очень признательна. Ну, и по традиции, как всегда, я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч! До свидания!